Его судьба под старость лет оказалась связанной с народным героем, а он с военным преступлением, то есть с самим собой, но в молодости. Еще недавно все было наоборот. Так всегда случается с теми, кто живет среди людей и надеется на их память, пока власть в очередной раз не поменяется, а вместе с нею и память. Это называется исторической правдой. Советские танки в довоенной Эстонии он, сам эстонец, принял с радостью, и таких было немало на самом деле. Работавшие с детства на хозяина, они хотели сами быть хозяевами своей жизни и верили, что танки им принесли справедливость и равенство. А там, где власть, какое равенство или тем более справедливость? Разве что для себя, для них и от имени большинства. Это и есть народовластье, как бы его ни обзывали при случае проигравшие. Он даже не успел понять, что происходит, став молодым активистом, весь в делах, когда началась большая война. И оказался в эстонской советской дивизии, воевавшей под Ленинградом. Когда часть вернулась на родину, его, как имевшего опыт боевых действий, оставили уполномоченным в глухой части республики. «Будешь милиционером», – сказали ему, – «смотреть за порядком и помогать кому надо в борьбе с врагами». А враги были. Они тоже хотели справедливости и равенства, но для себя. И тоже во имя. Родина, она, конечно, одна, но почему-то у каждого своя. Это называется патриотизмом. В Эстонии одни патриоты тогда уничтожали других, в зависимости от того, кто у власти. За неё, за власть над Родиной, и боролись. Сначала вместе с русскими давили одних, потом вместе с немцами других, и снова первых, ставших последними. Но власть забирает людей, а время им воздаёт. Небольшие группы национальных партизан тогда чистили в лесах несколько лет к ряду. Их было немного, и специальные отряды военных глушили лесных братьев, как тротилом рыбу. Раз за разом. Как из небольшого озера. Выжившие затихли и стали просто жить. А он так и остался уполномоченным. К людям не цеплялся, сам не арестовывал, разбирал конфликты и доносы, но не усердствовал. Он тоже хотел жить. Между тем, к концу сороковых годов партизанские группы заметно поредели и выродились в обычный бандитизм. Их семьи, как правило, уже вывезли в Сибирь, и операции было не на кого. Каждый просто выживал. Оно, конечно, везде одинаково, что в лесу, что за окном. Но когда травят, выжить труднее. Братья приходили на хутора, забирали продукты, вещи и уходили. Вскоре никого и не осталось. Почти никого. В окрестных лесах продержался только один, последний лесной брат. Сдаться он не мог, потому что во время большой войны расстреливал людей, которых он за людей не считал. А кто их считает, кроме армии, тюрьмы и избирательной кампании? Да и то по головам или по голосам. Вот и бродил он уже один с оружием, одичав и еще более озверев. Грабил и даже насиловал. Ну да, эстонских крестьянок. Других не было. А они что, не женщины? Выловить его не могли. А посылать целую часть для операции было накладно и не с руки. Свободных солдат у власти не бывает. Свободные они не солдаты. Но уполномоченный не мог спокойно спать, пока в округе шатается вооруженный человек, которому уже нечего терять. И тогда он вызвал к себе бывшего полицая, которого не тронули. Дернули поначалу, попугали, но оставили на свободе. Тот не убивал и не бил никого. Такой был, как почти все в округе. Работать на хозяйство не умел. Вот и разбирал конфликты и доносы. Тоже был тогда уполномоченным при немцах. Но поговорили по душам. Это было нетрудно. И бывший полицай согласился убить последнего партизана, лесного брата, ставшего от жизни такой уже бандитом. Бывший полицай тоже хотел жить. И он ушел в лес. Окрыленный и уже будучи секретным сотрудником. Значит, снова приобщенным к власти и к своему будущему. Опять к светлому. Как глаза слепца. В лесу он нашел, кого надо. И рассказал, что власти пришли за ним, но удалось бежать. «Оставайся», – ответил выслушав партизан-бандит. «Вдвоем легче. Он тоже хотел жить». И в первую же ночь, а чего тянуть, бывший полицай достал наган, полученный от уполномоченного, и исполнил в затылок товарищу свой долг перед новой властью. На том дело и закрылось. И пошла жизнь. И даже со временем слава. Потому что некий писатель, повинуясь огню сердца и подогреву заказа, написал книгу о борьбе с эстонскими лесными братьями. На основе реальных событий. Была она документальной повестью, а не обы что из головы. И там описывалась героическая операция уполномоченного по уничтожению самого матерого врага в округе последнего лесного брата. Без полицая, разумеется. А потом, когда уполномоченный уже давно стал бывшим и ушел на пенсию, чтобы сажать не людей, а розы, все вдруг опять перевернулось. Эстония стала независимой, лесные братья героями, а те, кто с ними боролся, коллаборационистами и врагами. И какие-то следователи и судьи, еще из бывших советских, по долгу службы, а не совести, подняли дело уполномоченного. Служба у них осталась та же, только долг поменялся. Это называется профессионализмом и служением закону. Юристы начали давить на старика, что на нем, мол, кровь. Не красная, конечно, а человеческая. Да еще героя борца. Да вы что, сначала удивился он. Я никого не бил, не убивал. Выполнял свою работу, как и вы сегодня. Откуда эти обвинения? А вот, сказали следователи, книжка. И в ней черным по белому написано, что это документальная повесть. Значит, факт налицо. И к тому же исполнитель уже признался. А бывший полицай, тоже доживший, но до лучших времен, охотно поделился тем, как его вызвал начальник, как грозил и пытался заставить сделать то, что уже было сделано. Убить эстонского героя. Но он тогда героически отказался. А партизан-патриот, он же лесной брат, сражавшийся один против всех врагов, погиб от руки того же уполномоченного или кого-то еще. А где моя роспись в получении пистолета? Резонно спрашивал бывший полицай. Да какая расписка в то время? Удивлялся уполномоченный. Вытащил из стола и дал на дело под свою ответственность. А потом забрал обратно. Но бывшему полицаю поверили сразу. Все-таки пострадал человек от режима. И писали о нем только в протоколах допроса, а не в книгах. У полномоченного, в его же очередь, долго вызывали куда надо и называли военным преступником, убившим национального героя послевоенного сопротивления. Но доказать не смогли. И оставили в покое. В смысле на свободе. Все равно человек уже не живет, а доживает. В конце концов, власть тоже когда-нибудь опять может перемениться. Это только память бывает вечной, пока не умрет последний свидетель. А в книжках чего только не напишут. Особенно в документальных.